Ряд кадровых решений сегодня принят во Дворце Независимости. В списке на назначение и согласование почти два десятка человек. Рокировки в местной вертикали власти, так в Брестской и Гомельской областях, новые заместители губернаторов. В Могилевском обл. исполкоме сменился первый зампредседателя. В Гомеле креслом мэра займет Владимир Привалов, ранее зампредседателя обл. исполкома. Закрыта вакансия и заместителя мэра Минска. Новые главы сегодняшнего дня в Жабенковском, Малорицком, Березовском, Светлогорском районах. Дисциплина, организованность, активная работа с людьми и никакой бюрократии. Краеугольные вопросы для местной власти. Также Александр Лукашенко распорядился, что делать с оставленными иностранцами и предприятиями. Уйдя, они оставили нам эту собственность. При принятии кадровых решений президент коснулся и вопроса зарплат работников исполкомов на местах. Один из путей их повышения глава государства видит в оптимизации численности. Я думаю, вы прекрасно знаете мои установки. У нас есть, допустим, в УЗДе, сколько у тебя человек было в районах исполкома? 70 человек. Если он завтра оставит 40, весь фонд зарплаты, какой сегодня есть, останется у него. А нам можно в нынешней ситуации повысить дисциплину исполнительскую и технологическую половину иметь в райисполкоме. Я справился бы с 45, а весь остальной фонд разделите, как вы считаете нужным среди оставшихся. Ну и что-то потом будет экономика развиваться с бюджета добавим. Не только чиновникам. Вы знаете, недавно принято решение по всем бюджетникам. И учителя, и врачи, и военные, и так далее, и так далее. Если мы можем, мы это сделаем. Никто эти деньги не заберет и не украдет. Это я вам гарантирую. Не держите лишних людей. Не держите. Отправьте их в сельское хозяйство. Слушайте, в мои времена пойти с райкома партии и с райисполкома директором совхоза или председателем колхоза, неимоверная была честь. То есть инструктора, даже зав. отделом в очереди стояли, чтобы пойти руководителем сельхозпредприятия. Ну, если они надежные, крепкие у вас в райисполкоме, допустим, люди, ну, ребята, идите поработайте. Но ни в коем случае не забывайте уроки прошлых лет. Не забывайте. Все зависит от вас. Вы непосредственно с людьми сталкиваетесь. И исключите из стиля своей работы волокиту и бюрократизм. И еще кадровое решение появилось руководителю Минского моторного завода. Ранее эта должность была вакантной. Так возглавил предприятие Александр Ботвинников. У него управленческий опыт набелась. В должности первого замгель-директора курировал сферу информационных технологий. Потому одна из тем сегодняшнего разговора – информационная безопасность. На белорусском автомобильном заводе она обеспечена. Все программное обеспечение и софт – свои разработки. И чтобы получить налоговые преференции, БелАЗ даже хотел создать собственную компанию и стать резидентом ПВТ. Президент предложил другой вариант. Наша задача, Игорь Петрович передать правительству, не надо их тащить в парк высоких технологий. Ради только льгот, так мы им можем предоставить соответствующие льготы, которые можем сегодня и которые существуют в парке высоких технологий. Зачем вам там регистрироваться, тащить туда своих специалистов или просто зарегистрироваться, осуществовать на площадях БелАЗа? Нет такой необходимости. Это порочная практика, никому не нужна. Пусть они там, в этом котле БелАЗовском, к примеру, или Мазовском, или МТЗ варятся. А мы им предоставим, как по IT-разработке, мы вам предоставим соответствующие льготы. Вариант возможен? Да. Возможен. То есть парк высоких технологий, ну все-таки какой-то толчок дал развитию этого направления в Беларуси, особенно подготовке кадров и так далее. Но обойтись мы можем. Как вы считаете, основной недостаток парка высоких технологий? За что бы взялись, прежде всего, в самом парке? Создание продуктовых линейок. То есть на сегодняшний момент, с чем мы столкнулись, мы долго изучали вопрос взаимодействия с парком высоких технологий, неоднократно с ними встречались. Но, к сожалению, резиденты в основном были нацелены не на создание продуктов в Республике Беларусь. А самая маржинальность – это не продать голову, а именно создать те продукты, которые будут впоследствии востребованы как внутри страны, так и иметь достаточно высокий экспортный потенциал. Если мы сейчас перед теми резидентами парка высоких технологий, которые существуют в парке, и на перспективу, которые придут туда, поставим жесткую задачу. Ребята, не только вы там на подряде, не столько на подряде, но готовый продукт создайте. Тогда мы с вами и будем разговаривать. То есть поставить радикальную задачу, сделать продуктовую, скажем так, парку высоких технологий. Это правильная будет перед ними задача или они не будут решать это им неинтересно? Они будут способны это сделать. Обновилась сегодня также команда руководства ряда министерств и ведомств, новые заместители в Минстрой архитектуры и Минюсте, а также в Высшей аттестационной комиссии. Заполненные согласно плану и три квотные должности в постоянном комитете союзного государства.